Всем привет, с вами я, Дима, и это второй выпуск пасхалок в разных мультфильмах. Вы довольно-таки быстро в прошлый раз собрали необходимое количество лайков, и это очень круто. И давайте сейчас соберём столько же, всего 15 тысяч лайков, и я принимаюсь за новый выпуск. А перед тем, как начать, хочу посоветовать вам сайт Skillbox. Перейдя на него по ссылке в описании, вы сможете записаться на бесплатный онлайн-марафон по программированию. А программирование, думаю, вы сами знаете, в наше время очень престижная специальность, освоив которую вы сможете зарабатывать очень много денег. Хочу подметить, что это абсолютно бесплатно, вы получаете 5 онлайн-уроков, где ведущий программист СНГ познакомит вас с основами веб-дизайна. И если вы заинтересовались, напоминаю, ссылка в описании к ролику, кликайте и переходите. И начнём мы, пожалуй, с нового мультфильма Moana, в котором, возможно, заметили ещё не все пасхалки, потому что, например, я тут нигде не увидел спрятанного Микки Мауса, что на самом деле странно. Ведь это мультфильм от Дисней, а они, насколько я помню, добавляют его в каждую свою картину. Но зато есть отсылки на другие старые мультфильмы. Во время песни Мауи можно заметить на долю секунды рыбку Флаундера из старого мультфильма «Русалочка». Также здесь есть несколько отсылок на Алладина. Вот, например, ковёр, который тут, я не знаю, выбивает от пыли, видимо. В общем, этот ковёр – точная копия того ковра, на котором рассекал Алладин. А ещё в мультфильме можно заметить волшебную лампу Алладина. И спрятана она на здоровенном крабе с золотыми украшениями и бриллиантами на зубах. Видимо, прообразом этого краба были какие-то гангстерэперы. И среди всего вот этого вот золотого барахла можно будет заметить ту самую волшебную лампу. Кстати, в этой же сцене, когда Мауи будет переключаться между образами, мы увидим знакомого персонажа. Это Олень Свен из мультфильма «Холодное сердце». И это не единственная отсылка на этот мультфильм. Когда батя будет показывать детям, какие чудовища обитают за пределами острова, среди этих чудовищ будет и Маршмеллоу – суровый ледяной охранник, созданный Эльзой. И, наконец, последнюю пасхалку в этом мульте можно увидеть в сцене нападения пиратов. Тут, к слову, сама сцена была позаимствована с Безумного Макса, но это не самое интересное. Интересно то, что когда пираты повернутся лицом к героине, один из них будет в маске Бэймакса, того самого персонажа из мультфильма «Город героев». Я тревожусь за этого петуха, который клюет камень. Похоже, мозгов у бедняки не хватает практически ни на что. Может, мы его сварим? Следующий мультфильм, в котором я покажу вам несколько пасхалок – это «Рататуй». Знаю, фильм старый, но в таких выпусках я буду вам показывать абсолютно любые мультфильмы, несмотря на то, когда они вышли и... несмотря на то, когда они вышли, в общем. Думаю, те, кто смотрел мультфильм, вспомнят эпизод, в котором отец Рэми говорил о том, какие опасные люди им, и показывал ему магазин с мёртвыми крысами на прилавке. И вы, наверное, не сразу поверите, но такой магазин есть и в реальной жизни, причём он окружён разными бутиками с одеждой, и выглядит это, наверное, реально забавно. Называется он «Жульен Аур... Ауроуз». Я плохо владею французским, как вы поняли, но зато я хорошо владею Google, и прочитал то, что в этом магазине есть всё, что нужно для истрепления различных паразитов, в том числе, как я думаю, вы поняли, и Крейс. На трусах Лингвини можно будет заметить логотип суперсемейки с одноимённого мультфильма. И вот тут вот мне одно интересно, кто, блядь, нажимал на паузу и рассматривал трусы главного героя. Когда брат Рэми будет есть бумажную обёртку, обратите внимание, что на ней изображён какой-то клоун. Скорее всего, мало кто из вас знает, но у Pixar был такой короткометражный мультфильм, который назывался «Звезда цирка». Вышел он не очень, но успешным, потому и говорю то, что вряд ли кто-то знает. И вот этот клоун, скорее всего, был взят именно оттуда. Можете посмотреть, в принципе, он там идёт вроде 5 минут и выложен на ютюбе. Ну и, конечно же, куда без фирменных пасхалок Pixar, который появляется в каждом их мультфильме, а уже, наверное, и в каждом моём видео. Когда главный злодей мультфильма будет преследовать Рэми, на мосту вдали будет заметен грузовик планеты Пицца, впервые появившийся в истории игрушек. В начале мультфильма, когда Рэми уже попадёт в Париж, он полезет на крышу и случайно попадёт в комнату, где на него выбежит собака, а точнее, только тень собаки. И, если присмотреться, можно будет заметить, что это тень Дага, пса из мультфильма «Вверх», который вышел только через год после Рататуя. Даг! Дагистан, 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 Дагистан. Ну и раз уж заговорили о мультфильме «Вверх», в нём тоже есть отсылка к Рататую. Когда главные герои попадут на дирижабли к Чарльзу Мансу, он угостит их тем самым блюдом. И, что забавно, и в том, и в другом мультике это блюдо готовил не человек. В Рататую блюдо готовила крыса, а здесь собака Манса. А ещё в сцене, когда дом начнёт взлетать, буквально за несколько секунд можно увидеть три пасхалки. Это мячик Люкса, о котором я уже очень часто рассказывал, если вы ещё не знаете, что это за мяч, посмотрите просто прошлые выпуски. А также Плюша у медведя Лотца из «Истории игрушек 3». Ну и, конечно же, грузовик с доставкой пиццы. Кстати, под прошлым выпуском многие писали сделать пасхалки на мультсериалы, то есть там Симпсоны, Гриффины, Гравити Фоллсы и всё такое. Но проблема в том, что мне нужно ещё и посмотреть все эти сериалы. И, в общем, я решил сделать так. В каждом подобном сборнике с пасхалками в мультфильмах я буду рассматривать один мультсериал. Какой, это уже вам решать. Пишите в комментариях, в каком мультфильме мне поискать пасхалки. И те, что будут вам наиболее интересны, те, что вы напишите больше всего, я рассмотрю обязательно в следующих выпусках. А сегодня я решил показать пасхалки из мультсериала «Спанч Боб» или же «Губка Боб. Квадратные штаны». Уж его-то, я думаю, точно все видели. Пасхалок тут, естественно, немного. Это всё-таки не Дисней или Пиксар, но всё же интересные вещи тут спрятаны. Например, в серии «Ракета Сэнди», когда Спанч Боб и Патрик включают гравитацию, мы можем заметить книгу с надписью «2001». Это отсылка на фильм «2001 год. Космическая Одиссея», снятый Стэнли Кубриком в 68-м году. Как считают многие зрители в серии «Остров карате», эпизод, когда Сэнди одета в жёлтый костюм является отсылкой к невесте из фильма «Убить Билла». Хотя, наверное, не все из этих зрителей знают, что костюм невесты был на самом деле подзаимствован у Брюса Али из фильма «Игра смерти». Но то, что этот костюм является отсылкой либо к тому, либо к тому фильму, это точно. И, наконец, в серии «Одноклассники», после того, как Спанч Боб влетит на машине в магазин одежды, герои немного преобразятся. И тут обратите внимание на костюм «Миссис Пафф». Это явная отсылка на Джейсона Вурхеса из фильма «Пятница 13». А ещё, кстати, костюм Спанч Боба – это явная отсылка на Йети из игры «ГТА 5». Ладно, что-то меня уже понесло, это вряд ли отсылка. Наверное, пора уже заканчивать. И если вам понравился этот ролик, то не забудьте поставить лайк и также глянуть прошлые выпуски. Всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!